В аэропорту Хабаровск окончен крупный этап комплексного плана развития. По итогам мы получили современный комфортный терминал внутренних авиалиний, способный обслужить до 3 миллионов пассажиров в год по самым современным стандартам. Объем инвестиций составил 5 миллиардов рублей. Проект реализован в рамках территории опережающего развития при финансовой поддержке Нижего экономбанка и Фонда развития Дальнего Востока. В конце прошлого года проект получил статус международного, к нам присоединился консорциум из японских инвесторов. Современный терминал готов обеспечить растущий спрос дальневосточников на перевозки, безопасность и высочайшие стандартные качества обслуживания пассажиров и авиакомпаний. По результатам всероссийского конкурса аэропорт Хабаровск получил имя выдающегося исследователя Дальнего Востока Геннадия Ивановича Невельского. Его образ, вклад в развитие Дальнего Востока и морская тематика отражены в интерьерах нового терминала. Хотел бы поблагодарить вас, Владимир Владимирович, Юрий Петрович Трутнева за внимание, за поддержку в реализации проекта и сказать спасибо всем нашим подрядчикам за чёткую и слаженную работу. Я хочу вас поблагодарить, всех участников этого проекта. Проект немаленький для Хабаровского края. Насколько я помню, 3 миллиона пассажиров на пропускной способности – это для Хабаровска очень значимая цифра. Надеюсь, уверен, пойдёт на пользу людям, которые здесь приживают, которые будут приезжать сюда для того, чтобы в регионе работать, знакомиться с его природными ресурсами, с его красотами, с его богатством. Так что я вас поздравляю, всего самого доброго, успехов. Спасибо, Владимир Владимирович. Решите передать слово в Хабаровск, на площадку нового терминала, слово исполнительному директору Хабаровского аэропорта Алексееву Борису Георгиевичу. Пожалуйста, Владимир Владимирович. Уважаемый Владимир Владимирович, строительство нового пассажирского терминала внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровск завершено. Все инженерные системы и оборудование проверены и находятся в рабочем состоянии. Готовы к принятию поэтапно авиарейсов в новом терминале. Готовы к обслуживанию пассажиров. Ждем команды. Вперед. Спасибо. Поздравляю вас. Владимир Владимирович, это остров Шикотан, Курильская гряда. Место с большой промысловой историей. Когда-то на этом комбинате работало больше 30 тысяч человек. А в начале 90-х комбинат обанкротился. А землетрясение 94-го года разрушило и оставшееся строение. Наша компания пришла на Шикотан после 2000-го года. А три года назад промысловая ситуация в районе Южных Курил стала меняться. Подошли пилогические виды рыб. Это много миллионов тонн рыбы. И мы стали планировать инвестиционный проект. Новый перерабатывающий завод. Технологии добычи и переработки пилогических видов были утрачены в России. Поэтому мы обратились за опытом в скандинавские страны. Нашли лучших производителей оборудования. И старались адаптировать эту технологию к нашим местным условиям. Я надеюсь, что нам это удалось в полной вере. Мы осуществили этот проект за неполных два года. В мире подобные проекты не реализуются в такие сроки. Общий объем инвестиций составил внутренней компанией 7 миллионов рублей. Также этот проект является инвестиционным по отношению к ресурсам по линии Росрыболовства. Позвольте, Владимир Владимирович, предоставить слово людям. Я должен сказать несколько слов о тех, кто делал этот завод. На заводе работала интернациональная команда. То есть много исландских специалистов, больше 40, единовременно работало на заводе. Работали американские специалисты. То есть мы собрали все, что лучшее есть в мире, в этой области, в области пилогических видов рыб. И, конечно, наши инженеры, наши сотрудники в полной мере... Там туда были посланы лучшее, все, что есть в нашей компании. И, несмотря на то, что это четвертый завод в истории производства нашей компании, он был очень сложным, он шел с огромными проблемами, нестыковками. Тем не менее, реализация в такие сроки, это только благодаря самоотверженному, можно сказать, очень упорному труду наших специалистов. Мы выросли вместе с этим проектом и вышли на новый технологический уровень. Позвольте предоставить слово генеральному директору компании, который непосредственно руководил всем этим производствам, Светликов Юрий Николаевич. Пожалуйста, Виталий. Добрый вечер, Владивосток. Уважаемый Владимир Владимирович, на связи Курильский остров Шикотан, село Крабозаводское, рыбоперерабатывающий комплекс холдинга компании «Гидростроя». Проделана большая титаническая работа нашими специалистами, проектировщиками, строителями, монтажниками технологического оборудования, электриками и другими специалистами нашей компании. Благодаря работе этих людей за неполных два года мы построили прекрасный завод по переработке рыбы. В данный момент проходят тестовые испытания завода, зато готов завод к эксплуатации. Поздравляю вас. Надеюсь, что это не последнее предприятие, которое вы сделали здесь, на Дальнем Востоке. Спасибо, Владимир Владимирович. Ну, мы на это заточены, поэтому сейчас думаем, куда идти в следующую точку для этой работы. Наверняка есть уже какие-то у вас планы. Конечно. Какие? Поделитесь. Мы пока только планируем. К сожалению, этот проект отнял очень много сил. Это очень реально. И просто требуется даже какой-то, может быть, перерыв. Вы сказали около 7 миллионов, миллиардов. Миллиардов. Конечно, конечно, миллиардов. Поздравляю вас и желаю вам успехов. Надеюсь, уверен, что это будет хорошее, интересное, ну и самое главное, хорошо оплачиваемое работа. Новые рабочие места здесь, на Дальнем Востоке. Очень важно. Спасибо. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте представить вам компанию «Север Беоресурсис» и наш проект по производству серебра на базе месторождения «Вертикальная» в Кобейском Улусе, республике Саха, Якутия, где мы сегодня открываем горно-перерабатывающий комплекс. Компания «Север Беоресурсис» – публичная компания. Мы торгуемся на североамериканской фондовой бирже в Торонто. Общий объем инвестиций в проект составил 7 миллиардов рублей. Это частные инвестиции. Месторождение «Вертикальный» – наш основной актив находится в 500 километрах на север от Якутика в труднодоступной местности. Запас месторождения составляет по российской классификации 1147 тонн серебра. Это С1 плюс С2. Это логистически очень сложный проект. Доступное временное окно для доставки всех грузов на участок, на месторождение, составляет всего лишь три месяца в году по сложному и протяженному зимнику. Я бы хотел поблагодарить сотрудников компании, всю нашу команду, без усилий которой все то, что мы сегодня с вами открываем, было бы невозможным. Правительство Республики Саха, Якутии, которые обеспечили безупречную навигацию в море регуляторных и административных требований. И особое признание хотел бы выразить президенту корпорации «Техно-Николь» Колесникову Сергею Анатольевичу, нашему основному акционеру, чья поддержка для нас была крайне важной. Я прошу вас позволить передать слово сотрудникам на участке и прошу Анну Александровну Федорову, генеральному директору акционерного общества прогноз взять слово. Пожалуйста, Анна Александровна. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Приветствую вас от имени акционерного общества прогноз. Прошу обратить внимание на наш логотип, на нем медведь. Этот образ однозначно трактуется во всем мире и запуск производства в наших условиях, в сложных климатических условиях и в труднодоступной местности, для нас, как для предприятия, это уже повадки зрелого зверя, и мы гордимся этим. Мы рады, что новая история якутского серебра начинается с вертикального. Горно перерабатывающий комплекс «Вертикальные» акционерного общества прогноз к работе готов. Поздравляю вас и желаю успехов. Сколько? 7 тонн серебра? Запасы 1147. Нет, ежегодно добывается. Ежегодно от 75 до 80. А, 75. Да. Прилично. Поздравляю и желаю вам успехов. Спасибо. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, газоперерабатывающий, газохимический кластер в Амурской области. Два раза Амурская область, два раза своего газа. Есть два предприятия. Одно из них – это Амурский газоперерабатывающий завод «Газпрома». Мы были на нем два раза. Один нас открывали, второй запускали. И связанный с ним Сибуровский завод «Газохимический комплекс». Вот это нынешнее состояние Амурского ГПЗ. 50% готовность. В первую очередь 65% готовность. Он поставщик сырья, помимо газа, который пойдет в Китай, на Амурский ВХК. Амурский газохимический комплекс – проект инвестициями больше 500 миллиардов рублей. Порядка 1700 рабочих мест. И достаточно большим вкладом в ВВП и в налоговые платежи. Мы можем сделать этот проект больше и сильно расширить вне сырьевого экспорта. При реализации определенных вещей, связанных с налоговым регулированием, выравниванием отрицательных акцизов на разные виды сырья. Производство в любом случае будет одним из пяти крупнейших в мире по полиэтилену. В случае принятия решения по отрицательному акцизу на СУК, на пропан, бутан, эта мощность будет 2,7 миллиона тонн, это может быть крупнейшим газохимическим предприятием мира. Для того, чтобы оценить реалистичность, здесь график временной по реализации нашего предыдущего проекта, который мы сейчас заканчиваем в Тобольске. Верхняя картинка – это предприятие, которое создано нами за пять лет. Мы видим, что 2024 год запуска Амурского ГХК – это тот срок с сегодняшнего дня до 2024 года, пять лет, как раз ровно в эти же сроки мы уложились по графику реализации запсиб нефтехимии. У меня есть не так часто возможность вам рассказать о запуске нового проекта, так получается, что как минимум три раза мы рассказывали вам о, показывали уже построенной предприятии. Поэтому первое, что я хотел бы здесь сказать, что это абсолютно реалистичный проект. Мы примерно полтора года находимся в проектировании, сейчас заканчиваем проектирование, принимаем решение, движемся вперед. Как минимум движемся вперед с конфигурацией полтора миллиона тонн полиэтилена, что делает проект одним из пяти крупнейших в мире. Как максимум должны принять решение до конца года, и можем двигаться по мощности на 70% больше. Если первое условие было договориться с «Газпромом» по поставке дополнительных объемов сырья, мы как раз здесь на форуме это подписываем. Второе решение – это согласование между Минэнерго и Минфином, выравнивание обратного акцесса, то есть налогового режима для разных видов сырья. Процесс в работе, есть дорожная карта, которая подписана Николаевичем Козаком, и если по ней мы движемся, то мы и примем это решение в том виде, в котором я говорю, то есть большое производство. Ну и второе, пользуясь случаем запсиб нефтехимии, который закончен, который крупнейший с большим отрывом нефтехимических предприятий в России и одно из семи крупнейших в мире, в целом в мире около 350 нефтехимических производств по этому виду сырья. Мы его закончили, получаем первую продукцию сейчас в конце сентября месяца. Понимаешь, что по сырью вы договорились в целом? Мы год назад договорились по тому сырью, по которому точно движемся с «Газпромом». Сейчас договариваемся по дополнительному сырью. Вместо у них была альтернатива экспортировать жижные газы, и мы договорились с ними по контракту, подпишемся завтра. Ну и для них выгодны и для вас, мне кажется. Абсолютно. Большая добавленная стоимость. Полиэтилен, полипропилен – это рынок огромный, азиатский. Несмотря на такую непростую логистику, он вообще по всему миру пойдет. Около 180 миллионов тонн мировой рынок по этим двум продуктам, растущий на 4% в год. Желаю вам удачи. Спасибо. 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 Спасибо.